Съёмка закончена Наша сегодняшняя звезда Иосиф Давыдович Кобзон Ярчайший артист, сильная личность, великий человек Как раз для него мы сегодня и будем снимать клип на песню «Вишнёвые розы» совместно с группой «Республика». Там воплощена реальность с названием «Нэп» — бытовой изобилие и творческая вседозволенность. Для этого я изучил, что могло быть на столе у «Нэпмана», какие сорта шампанского, какие продукты, какой лимонад, в чём ходили, что надевали, как общались, как отдыхали. В клипе на песню «Вишнёвые розы» согласилась сняться Нелли Кобзон, супруга Иосифа Давыдовича. Она сыграла «Даму сердца» его героя. Камерой управлял Максим Асачи, с которым мы сняли уже большое количество клипов. Максим — мастер, мега-профессионал. Решили снять клип в чёрно-белом изображении, и мы старались использовать цифровые технологии современные, передать стиль и характер того времени. Атмосферу клипа и накал страстей помог создать фургон реквизита. На площадку были привезены десятки фраков, платьев и шляпок в стиле ретро. Не с первого раза в лучших московских магазинах отыскались колоритные светильники. Также было огромное количество мелких, но необходимых деталей. Это мульштуки, бижутерия, бокалы, веера. Всего не перечислить. Когда девушки надевали платье, я видела, как они преображались, как они начинали кокетничать в зеркале. Это было очень любопытно и интересно. Я с удовольствием бы ещё поработала на подобном проекте. На площадке работал опытный бармен. Это жонглёр бутылками. Причём у нас это были бутылки, полыхающие настоящим, не компьютерным огнём. Не бутафорским был и поросёнок на блюде. Стихи Михаила Гуцереева неспроста вдохновили Андрея Пряжникова написать песни. В них чувствуется и зрелость суждений человека с насыщенной судьбой, и романтика образов, и смелость дерзновений лирического героя. Все эти качества присущи Иосифу Давыдовичу Кобзону. Поэтому песни предложили вспомнить именно ему. Они пришлись артисту по душе, и он захотел не только спеть их, но и представить в образах, снять музыкальные клипы. Когда меня пригласили в проект, я впервые услышал песни на стихи Михаила Гуцереева. И сразу же стало понятно, что тексты очень кинематографичные, а не просятся на экран. Первое впечатление не было ошибочным. Впоследствии на съёмках строчки песен сами подсказывали занимательные детали, веские акценты и высвечивали нюансы для сюжета. Звукотехники и осветители за работой. Оператор на месте. Костюмеры в готовности, в гримерный порядок. Что ж, дожидаемся артистов, и всё самое интересное начнётся. Создание клипа включает в себя много чего, кроме непосредственно съёмок. Например, для этого клипа пришлось просмотреть 14 часов архивного видео, чтобы из него выбрать всего лишь 30 секунд. И такой же отсев идёт на других участках производства, начиная с выбора сценарной идеи до монтажа. Здесь всё вперемешку. И творчество, и рутина. Одним словом, работа. А работа – это большей частью всё же ремесло. И оно у каждого своё. Так что важно, чтобы все сотрудники команды – продюсеры, сценаристы, монтажёры, компьютерщики, реквизиторы, директора – держались своего ремесла. Мне приятно, что моя музыка оказалась на спеццель. Такие замечательные стихи, между стихами и вашими великими маэстрами, обзорами. Но группа «Республика» я думаю, в принципе, будет на экране. Внимание! Мёткое движение будет! Звук камера будет! Ты не мучайся, дружок, Время есть на пассажок. В небо взор свой обращу, На коленях попрошу. Бог всемилостивый мой, Прошу, жалься надо мной, Раненую душу успокой. Душа, душа страдала, Судьба, судьба устала. Душа, душа страдала, Судьба, судьба устала. Серёга, скажи что-нибудь. Ровно за два с половиной часа сняли вот это замечательное творение нашему гениальному музыканту. А сейчас роли музыкантов из группы «Республика» и «Оркестра» – это проекции Иосифа Давыдовича разных лет в нынешнюю реальность. Я хотел бы поблагодарить дирижёра «Оркестра» Сергея Ивановича Скрипку за отличную актёрскую работу. Сергей Иванович, каковы ваши впечатления? Полный восторг, вдохновение, радость, ликование. Прошу, да выдача. Это мастер, которого надо учиться, учиться и ещё раз учиться. Это самое главное. В клипе на песне «Душа» присутствует компьютерная графика. Хороших специалистов в этой области так мало, что поиск компьютерщиков для каждого проекта становится отдельной задачей. В завершение могу сказать, что обе песни были написаны на стихи поэта Михаила Гуцерила и композитора Андрея Пряжникова. На мой взгляд, это большие профессионалы. Финальный вариант клипа всегда является неожиданностью в каком-то смысле. Никогда не предугадаешь, в каком направлении он может развиваться и что из этого может получиться. Безусловно, мы имеем чёткий план действий, но клип очень часто сам делает себя. Плюс к тому, что каждый из профессионалов привносит добрую долю своего труда, умения и таланта. И поэтому клип получается несколько отличным от того, что планировалось. Но в этом и заключается прелесть моей профессии. Всем спасибо, съёмка закончена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok